приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзьям и во всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы уделим внимание 22 марта друзья нас ждет с вами достаточно великий большой праздник поэтому в этот день ни в коем случае не делайте это по народным приметам иначе ждут беды и проблемы итак друзья 20 мая отмечается народный праздник который получил название 40 сороков в народе же встречали приход весны после равноденствия и птиц которые прилетели из теплых мест а вот в христианстве сегодня чтут память 40 мучеников севастийский которые пострадали за свою веру поэтому в этот день верующие приходят в храм и ставят 40 свечей в память о погибших людях поэтому обязательно 22 марта завяжите ленту на ветке дерева для того чтобы привлечь теплую весну в свою жизнь и в свой дом и так 23 марта друзья по православному календарю отмечают день памяти святого и мученика урпасиана известно что святой урпасиан пострадал в городе никалмидии при правлении императора максимиана галерея император жестко выслеживал христиан которые служили в его войске или работали прислугами были люди которые боялись и при давлении на них попросту начинали поклоняться языческим богам а истинно верующие сильный духом стояли на своем до конца вот и мученик урпасиан был не исключением император велел связать урпасиана привязать в дереву и жестко избивать ветками прутьями и прочим что попадалось воинам под руки святой же все это время продолжал молиться призвал бога спасти его и не прекращал веровать не на секунду чем и разозлил императора максимиана еще больше он приказал подвязать святого мученика вверх ногами а снизу разжечь большой костер святой мученик урпасиан был там за сожжен заживо но так и не сломав его духе веру а прав его был выброшен и развеян над морем по народному календарю сегодня отмечали день сороки или 40 мучеников на день сороки день с ночью меряется весна начинается а зима заканчивается на 40 сороков отмечали и вторую встречу весны народе так говорили на сороки меряются ночь с днем или 40 птиц прилетают на 40 святых мучеников почитали в этот день крылатых с прилетом разных птиц прогнозировали прибывающую погоду на ближайшее время если увидели как летит жаворонок или журавль то на улице будет тепло если же скворца то весна на носу а если зяблики или чайка то холоду и гололеду семьях в этот день принято было печь печенье в виде жаворонков птиц из теста в большими и распростертыми крыльями скотине в этот день скармливали головы сдобных пернатых а дети съедали остатки дети взяв печенье старались выбегать из села и громко напивали веснянки также при выпекании жаворонков бросали внутрь кольцо и девушка которая находила кольцо у себя в печенье той и было осуждено идти замуж в ближайшее время также для детей с этого дня разрешалось начинать и весенние забавы на улице бегали и катались по остаткам замерзшей воды а по оттаившим лужам пускали кораблики приносили из мороза ветки ставили в емкость с водой и наблюдали изо дня в день как она меняется и пускает ростки в тепле также запускали дети и воздушного змея играли в мяч или просто гуляли и кормили прилетающих из теплых краев птиц девушки собирались на различного рода танцы пользовались специальными обрядами так называемыми замыкание зимы и размыкание весны в эти обряды входили разрывание 40 веревочек или разламывание 40 пар веток которые они заготавливали специально на этот день пасечники знают что на этот день стоит выставлять улей а девушки по мою помимо десертов должны были отварить 40 вареников по числу погибших мучеников и накормить ими всех желающих если вовремя прилетели птицы говорили что будут добротный урожай хлеба хорошие хозяйки незамедлительно старались начать готовить хлеб из разных зерновых а мужчины помогали им и сели капусту в этот день этот день считали уже приходом весны но люди с опасением ждали и холодную погоду тоже говорили что весна была в этот период безумно обманчивой утренние морозы еще бывали очень сильны и с большими заморозками считали что именно с этого дня до настоящей теплой весны должно пройти 40 утренних заморозков или как еще их называли в старые времена утренники дабы уберечь себя и защититься от так называемых утренников каждая хозяйка должна была печь из муки которая была под руками 40 шариков колобков которые символизировали сороки святые колобаны золотые по рассказам колобаны золотые выбрасывали по одному в день из окна в течение 40 дней для того чтобы защитить свои посевы и не остаться голодать в предстоящем году но не стоит расстраиваться народ наблюдал за погодой из года в год если на день сороки было приемлемо и тепло то они могли и не сомневаться что также будет и в течение 40 последующих дней все на год была аналогичная погода с этим днем а для савян это было очень важно знать старину у славян козьба сена сопровождалась обрядами лучший период был для сенокошения на петров и до прокла а что самое важное то то что наши предки крестьяне косили всегда траву на сено сообща всей общиной после чего каждая семья брала столько сколько ей было необходимо для удовлетворения своих домашних потребностей как только на улице замечали кружащикся чает говорили что будет все таять и с облегчением доставали более легкую одежду из своих заначек если в этот день был сильный гром над голым лесом ждали голодный год а если мороз был на 40 сороков наоборот знали что будут богатый урожай особенно пшеницы и проса сегодня молились за весь мужской пол который находился на войне или в армии молились в этот день 40 мученикам севастийским и это длилось на протяжении 40 дней после чего мужчины возвращались живыми здоровыми и невредимыми 22 марта вовсе было запрещено лениться лучше порадуйте себя и весну приготовьте традиционную выпечку также сегодня строго настрого ограничьте себя от работы в доме и на работе в пользу своей выгоды не стоит сегодня испытывать судьбу или идти на поводу отложите важные вопросы уже на завтра а уборка и вовсе подождет не утруждайте себя хлопотами и отдохните как следует в этот прекрасный весенний день именинами этого дня были александр алексей валерий дмитрий иван кирилл михаил и николай обязательно в этот день поздравьте их с именинами в этот день 22 марта запрещено было ругаться повышать голос и использовать бранные слова также в этот день ни в коем случае не завидуйте другим людям особенно если это ваши близкие друзья или родственники если ослушаться этого запрета то можно навлечь на себя беду 22 марта нельзя было одалживать деньги и продукты если у вас закончилась соль лучше пойдите и купите ее нежели одалживать у соседей или знакомых крупные покупки тоже стоит отложить на по на после уже 22 марта и если у вас нет достаточного количества финансов также с чего из так как сегодняшний день считается днем памяти сегодня запрещено выполнять любую работу в том числе и работу по дому христианстве считается что лучше этот день посвятить молитве не рекомендуется в этот день и планировать генеральную уборку она добра не принесет так как считается что мокрые полы сегодня символизируют слезы которые будут проливать члены вашей семье запрещено 22 марта и тяжелый физический труд рукоделие и любые ремесла зато никакими приметами не возбраняется приготовить сегодня что-то необычное для своих родных и близких 22 марта нельзя есть мясо рыбу яйца а также пить молоко иначе голод в семью придет разрешается только заправлять пищу растительным маслом и пить травяной чай или малых количествах когор не рекомендуется давать и деньги в долг по народной примете не только его не отдадут но еще и другие деньги утекут безвозвратно нежелательно 22 марта застилать стол белой скатертью вы можете привлечь в дом обманщика который воспользовавшись наивностью хозяев разведет на деньги или тянет в серьезную аферу также вострова марта не стоит и кормить птиц хлебом это народная примета к тому что тогда семье придется жить впроголодь прося хлеб взаймы качестве угощения в птичкам в этот день можно насыпать именно зерна вот друзья такой у нас с вами день по народному календарю но а далее у нас с вами лунный календарь на 22 марта 2022 года по лунному календарь у нас сегодня с вами ожидает 19 и 20 лунные дни он лунные дни убывающий зоните луна в знаке зодиака скорпион знать этот день несет себе тяжелую напряженную и опасную энергетику и это вот энергетика она просто витает в воздухе сегодня непростой и достаточно тяжелый лунный день который будет способствовать напряжению всех человеческих сил что связано с колоссальной энергией которая спускается в этот день из космоса это означает что человек в этот день сам творит свою судьбу и только от его поступков и мыслей будет зависеть то в каком направлении будут протекать его дальнейшая жизнь избыточная энергия этого дня обостряет чувствительность человек становится уязвимым результате он может податься чужому влиянию со стороны от которого потом будет очень трудно освободиться помимо этого вы легко можете оказаться и сами манипулятором других людей в этот день все это может привести к иллюзиям самообману и неправильному выбору пути будьте готовы к тому что даже самые лучшие друзья и проверенные временем партнеры могут придать и предложить идеи которые вы в скором времени обернуться против вас так что проверяйте любой информации которая становится доступна вам в этот день не доверяйте никому и ничего если позволяет вам обстоятельства лучше провести день дома и никуда не выходить в этот день хорошо очищать все материальное и духовная душу совесть мысли тело и дом желательно чтобы в этот день в горела весь день свеча например можете посидеть у костра у камина при свечах полезно мысленно покаяться в неправедных мыслях и поступков избавиться от чужого влияния и смирить свою гордыню что же касательно стрижки то лучше постарайтесь расквитаться сегодня со старыми делами а с особенно с долгами в лучше держать деньги ближе к себе иначе вы рискуете их потерять и не тратьте их на себя постарайтесь отказаться от процедур и услуг парикмахера на сегодня результаты все равно вас не обрадует ваша карма не обрадуется потери даже небольшой длины волос и может сыграть с вами злую шутку массаж головы или косметические процедуры не будут вредны или полезны вы можете сделать их просто так для собственного окрасьте сегодня волосы натуральными красителями это привлечет к вам деловых партнеров сегодня необходимо расчесывать волосы через каждые два часа также остерегайтесь сегодня пьяных а также находящихся под влиянием наркотических или сильнодействующих препаратов людей так как они способны нанести ущерб не только материальный но и физический вот друзья у нас такой сегодня с вами день 22 марта 2022 года